Добрый день, дорогие друзья, мои братья-земляки, также мои все сослуживцы армейские, кто меня сейчас видит. Я старшина воздушно-десантных войск, гвардии старшина Алибеков Асхаб Амирович, старшина разведроты. Парень, который служил в спецназе и в элитных войсках, служил в десанте, служил, сейчас в данный момент служил в ВМС, как говорится, универсальный солдат. Все прошел, и спецназ, и ВДВ, и разведку. Я к чему сейчас обращаюсь? Мне просто вот эта фишка вся надоела. Сейчас будут выборы, насколько вы все знаете, выборы президента Российской Федерации. Эти президентские выборы, вы лучше меня все знаете, что они уже все определенные, все уже предопределено. Там решено все уже. Путин будет уже однозначно ясно, что у других кандидатов никаких шансов, все сфабриковано уже давно. И то, что мы тут ходим на выборы, это только видимость. Я обращаюсь к братьям-десантникам. Братья, вы помните наш лозунг? Никто, кроме нас. Помните этот лозунг? Или вы его забыли? Все настоящие десантники, которые не те десантники, которые в фонтанах пьяными купаются и которым там малолетки и там морду набивают, а настоящие воины-десантники, воины-спецназовцы. Я к вам обращаюсь. Если вы настоящие мужчины, сделайте что-нибудь. Надо бойкотировать эти выборы. Бойкотировать эти выборы, потому что эти выборы уже будут ненастоящими. Потому что Путин никому не даст, кроме себя. Кроме себя он никому не даст пробиться. И вообще я обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Слушай, Путин, Владимир Владимирович, иди домой, иди к жене своей. Женой занимайся. Оставь Россию в покое. Оставь ее. Ты уже почти 20 лет во власти, ты никому дышать не даешь. Ты врешь, что на Украине наших солдат нету. Мы там умираем. Ты травишь наших солдат с украинским народом. Украинские братья, это наши братья. Если ты убьешь украинцев, следующие кто на очереди? Белорусы? Белорусы, да? А потом кто? Татары? Ты хочешь, чтобы вся Россия уничтожила? Твоя статистика врет. Все кладбища переполнены молодыми парнями. Все. Все солдаты молчат. Все знают правду, все молчат. Ваши выборы, это уже все. Это еще 15 миллионов мертвых людей. Когда ты появился, на 15 миллионов население России уменьшилось. А твоя статистика, твои эти лизуны, они все врут. Они говорят, что ты мол, что Россия была у нас лучше. Твои рейтинги поднимаются только за счет войны. Твоя заслуга, ты все время, как только твой рейтинг падает, Путин, Владимир Владимирович, ты все время делаешь войну. То на Кавказе, то в Чечне, то еще где-нибудь на Донбассе, то еще в Абхазии, Грузии. Слушай, ты не надоело убивать солдат наших? Я к дагестанникам обращаюсь. Если вы после этого видео, я знаю, со мной может что-нибудь случится. Да я ложу нас все это. Просто я хочу понять, что еще остались в России настоящие мужчины. Да я дагестанец, да. Но я такой же россиянин. Я обожаю моих, уважаю моих русских друзей. Татар, башкир, они мои братья. Я с ними вместе в бок о бок стоял на фронте. Но просто когда я слушаю, это говно по телевизору как-то говорят. Когда массовая информация врет и говорит, что Путин, заслуга Путина, там, Сирия, Абхазия, он врет. Это его рейтинги делают искусственно на телевидении. Он уничтожает славянский народ, он уничтожает кавказские народы. Он делает все, чтобы население России было бедным. А врет только подняли на 10 тысяч. Ты поднял на 10 тысяч зарплату, или там сколько, на 11 мрот. А какие цены? Ты посмотри, какие цены. Или твои здесь ходят, видимо, тебе показывают, что, мол, все хорошо. Где хорошо? Кладбищи переполнены. Ты посмотри, как в кладбище все. Все молодые парни там лежат. Полностью, по всей России сколько катаюсь, везде в кладбище трупы лежат одни. Молодых пацанов, потому что им жизни нет. Это ты все сделал. Ты, Владимир Владимирович, со своей командой сделал так, чтобы пол России умерла. Оставшую из России ты хочешь еще за эти 6 лет добить. У тебя не получится это. Я, старшина воздуша десантных войск, я это обращаюсь ко всем десантникам. Если вы меня слышите, где бы вы ни находились, если вы видите мое видео, сделайте так, чтобы оно пошло дальше. Будь со мной, что будет. Не по барабану уже. Просто я хочу, чтобы вы наконец-то в России, у меня тоже есть дети. Я хочу, чтобы мои дети жили лучше меня, а не так, чтобы еще 6 лет они умирали. Обращаюсь ко всем десантникам, ко всем десантникам, спецназовцам, порядочным этим воинам, которые все-таки любят свою страну. Парни, давайте уберем эту и ту, этого человека с его команды. Уберем его, надоел уже. Путин, к жене иди, к жене оставь Россию покою. Слава ВДВ!